Привет участникам чемпионата по шахматам. Школьники против суперкомпьютера Томского государственного университета. Ссылка на чемпионат в описании под этим видео. А мы продолжаем наши уроки и сегодня будем решать задачи. В программе Пешка. Очень удобный и простой интерфейс у этой программы. В общем для начинающих самое то. Много разных курсов. Здесь есть и защита, и стратегия, и ментель-шпиль. Ну мы с вами выберем шахматную тактику для 4-го 2-го разряда. Попроще. Ну и уровень какой-нибудь потяжелее. Допустим уровень номер 7. И начнем решать задачи. Значит что здесь. Если вы ошиблись. То вам предложат перерешать эту задачу. Но внизу здесь вот. Будет написано что была использована одна попытка. Также за каждую решенную задачу вам начисляются очки. Можно их набирать в режиме тест. Если много будете правильно решать задачи. То ваш рейтинг будет увеличиваться. В общем как в обычной шахматной жизни. Так поехали. Раз картинка расположена за белых. Значит ходят белые. Плюс еще подсказка в правом нижнем углу. Белый квадратик. Это значит что ходят белые. Ну что поскольку у нас тактика и тема уничтожения защиты фигуры. То в этой позиции все просто. Мы сначала уничтожаем защитника. Слон защищал ладью. И теперь делаем двинной удар. Накрывая ладью. Король уходит. И в финальную позицию как мы видим у нас лишняя фигура. И следующее упражнение. В этой позиции также ход белых. Ну и что. Здесь все тоже очень просто. Мы видим что слон защищает ладью. На которую мы уже напали ферзем. Мы ударяем на f7. Берет ладья. И мы тоже берем ладью. Как мы видим у нас лишний конь. Ладью нашу. Даже если бы смогли взять. Там он защищает конь. Трасса. Во вторых ладья связана. Дальше может последовать ход слон g6. И в общем белых тут все замечательно. Или сразу ударить на f7 можно. Движемся дальше. Следующая позиция. Ну здесь опять таки. Тема та же самая. Поэтому решать достаточно просто. Как мы видим. Есть связка по 8. Слона защищает конь. У нас издалека на которого мы уже напали слоном. Поэтому мы просто можем ударить здесь. Король отошел от связки. Но при этом слона никто не защищает. И у нас с вами лишний конь. Все легко и просто. Ну давайте еще одну решим. Так. Вот здесь стоит обратить внимание. Что мы сидим уже за черных. И ход будет сделать здесь черным. Ну здесь все то же самое. Как мы видим слон издалека защищает коня. На которого мы напали. Значит нам нужно уничтожить защитника. Причем делать это нужно форсировано. Ну в данном случае с шахом. Здесь то уж подавно мы все выиграем. Съели и вновь лишний слон. И технически выигранная позиция. То есть решение шахматных комбинаций. Как мы знаем держит в форме шахматиста. И очень полезно. Если вам показали что эти задачи легкие. Вы можете переключиться на другой курс. Или выбрать допустим уровень потяжелее. Или допустим уровень 8. Следующий. Но я думаю что здесь то не сильно. Моя задача усложняться. Надо уже выбирать допустим для первого третьего разряда. И так далее. Ну здесь как мы видим сидим за черных. Играем. И значит выиграть тоже нужно за них. Ход черных. Да. До этого видите очков было давалось меньше. Сейчас уже побольше. Задача усложнилась. Но принцип тот же. Принцип тот же. Ладья c5. Конь защищал ферзя. И теперь конь никого не защищает. А значит что ферзь под боем. Ну так же надо видеть что здесь. Вот игрыш ферзя будет. Это ход слона h7. Компьютер почему то не продолжает. Но в любом случае на ход слона h7. Открытое нападение. Мы прихватим с вами слона. Допустим взяли королем. И потом слон c6. Стабилизируем две легкие фигуры. Черных. Перевес. Ну и давайте еще одну решим. В этой позиции ход белых. Мы со стороны белых сидим. И тема вновь уничтожения защитника. Но речь пойдет здесь. На коне f6. Очень много тут чего он защищает. Ну и конечно конь перегружен. Нужно за это наказывать черных. Значит слон бьет d7. Ход был ошибочный. И мы видим что на диаграмме нам подмигнули. Что ход неправильный. И нужно сделать ход слоном. То есть. Вот так вот первая попытка будет. И по моему еще вторая. Будет. А с третьей попытки вам уже эту задачу не зачтут. И задача будет решена неверно. И вот здесь вот она будет отмечена красным цветом. Ну что ж. Слон f6. И теперь беззащитный конь. На d7. Слон d7. В том варианте который мы хотели предложить. Мы бы выигрывали пешку на g7. Да. Но поскольку фигуры это больше. То это более правильный вариант. И именно он правильный. А там бы нам еще пришлось возиться. Ну что ж. Решайте шахматные задачки. Оставайтесь с нами на одной волне. Кому понравилось это видео. Обязательно ставьте лайки. И подписывайтесь на наш канал. Пока пока. Субтитры сделал DimaTorzok